Глава МВД Украины заступился за подразделение АЗОВ после критики в США 10-13-25 октября 2019 года РИА Новости Стрингер, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков РИА Новости, Стрингер Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков Архивное фото Киев, 25 ОКТ РИА Новости Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с главой американской миссии Кристиной Куин заступился за подразделение АЗОВ, которое в США хотят внести в список террористических организаций, заявив, что его личный состав примерно выполняет служебно-боевые задачи. Ранее 40 конгрессменов направили письмо госекретарю США Майку Помпио с просьбой разъяснить, почему батальон АЗОВ не включен в список иностранных террористических организаций. В письме отмечается, что ООН установила случай нарушения прав человека и пыток за относительно короткую историю этой группировки. Конгрессмены подчеркивают со ссылкой на ФБР, что, несмотря на это, батальон продолжает вербовать американских граждан. Вчера, 09.06 сказано в эфире бойцов АЗОВ в США пока не признали террористами. Но сигнал Киеву послан желания конгрессменов включить АЗОВ в список террористических организаций заслуживает внимания, считает посол РФ в США Анатолий Антонов. Своим прогнозом по поводу развития ситуации поделился в эфире радио «Спутник» политолог Владислав Ганджара. Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения АЗОВ В воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренной попыткой дискредитировать подразделения АЗОВ и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире, цитирует Авакова пресс-служба МВД Украины. По его мнению, АЗОВ пытаются остановить из-за якобы его боевой эффективности. АЗОВ – один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований. Добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды Вооруженных сил Украины. 7 октября, 13.15 сказано в эфире эксперта заявлений радикалов по Донбассу. Возможно, это не пустая бравада бойцы полка АЗОВ заняли село Золотое в Донбассе перед отводом войск, следует из обращения главы подразделения Андрея Белецкого. В эфире радио «Спутник» ситуацию прокомментировала политолог Наталья Макеева.